Всем привет! Если вы на этом канале, наверное, вас интересует SEO и контекстная реклама. И в этом ролике я хочу уделить внимание Google Ads или Google AdWords, как я называю ранее. Google Ads – это особый вид поисковой рекламы, который известен очень давно. И он примечателен тем, что мы привычно гуглим и сразу видим эту рекламу. Этот вид рекламы заказывают чаще всего, этот вид рекламы интересует большую часть клиентов и, как результат, конкуренция на рынке безумно растет. К чему это ведет? Смотрите дальше и вам все станет понятно в этом ролике. Оставайтесь с нами, меня зовут Николай Шмычков, я рассказываю про контекстную рекламу на канале SEO Quick. Как я говорил, конкуренция на рынке контекстной рекламы просто безумно растет. К чему это привело? Раньше я всем клиентам обещал CTR около 10%. Что это значит? Это значило, что на 100 показов мы собирали около 10 кликов. Сейчас я эти цифры уже обещать просто не могу для конкретных ниш. И на то есть объективные причины. В первую очередь это растущая конкуренция в выдаче. На этом скрине вы можете посмотреть, как изменился CTR на рынке США на 2019 год по различным отраслям. Как вы видите, развлечения парикмахерские салоны чувствуют себя прекрасно, в то время как интернет и телекоммуникация просто не могут выбить себе нужный трафик. Как это отражается на поисковой выдаче? Конечно же, в поисковой выдаче вы можете увидеть, что реклама занимает практически все место. Если ранее она занимала всего лишь где-то около 50% экрана, сейчас рекламное место занимает 75%, а то и все 100%. А SEO выдача иногда может вообще не отображаться. И с недавних пор, как трафик мобильных устройств начал превышать трафик с десктопа, реклама просочилась и туда. И при этом на мобильных устройствах реклама занимает всю выдачу. Посмотрите внимательно на этот скриншот и обратите внимание, что первые два объявления занимают весь экран, а третье даже не помещается. А их на минуточку четыре. Но понятно, никто бы не занимался контекстом, если бы оттуда не ловили конверсии. И да, прекрасно себя чувствуют те же парикмахерские салоны и на удивление сайты юридических услуг. Причина проста, сайты юридических услуг, которые рекламируются, давят своими преимуществами. А парикмахерские салоны мы чаще всего выбираем тот, который ближе. И поэтому лидов ловить гораздо проще именно с этих сфер бизнеса. Остальные же сферы бизнеса чувствуют более жесткую конкуренцию по одной простой причине, так как клиент вынужден выбирать. Если в первых случаях он сразу звонит и интересуется консультацией, либо идет в свой парикмахерский салон рядом, то во всех остальных сферах бизнеса у него есть право выбора, и он может выбрать еще задолго до звонка, задолго до отправки заявки. Но я в прошлом видео рассказывал, за что мы платим в контекстной рекламе. Если вы не смотрели, можете посмотреть, ссылочка будет в описании. В первую очередь, в зависимости от того, сколько конкурентов приходится на одно поисковое слово, на одну нишу, какую ставку они поставили, определяется средняя стоимость ставки этого клика. И я могу сказать, что есть также дешевые ниши, есть ниши, которые еще не заняты по другим причинам в силу их нерентабельности, и есть очень дорогие ниши. Та же юридическая отрасль имеет самые дорогие клики сейчас в том же США. Следует также понимать, что стоимость клика это явление непостоянное, и с каждым годом стоимость клика может расти. И ваша настроенная компания в 2016 году, если вы говорили, что она была дешевая, классно приводила лиды, сейчас та же самая компания может попросту не работать. Точнее, она будет давать те же показы, но за гораздо большую стоимость клика, и при этом она будет давать меньше лидов, потому что появились конкуренты. Самый частый вопрос, когда клиент мне говорит, вы настроили мне компанию год назад, она работала, перестала работать. В первую очередь, что мы смотрим, мы смотрим статистику по конкурентам, и видим такую картину, что он резко сполз вниз. Причина, не регулировал ставки, не смотрел за объявлениями, и не перерабатывал свое УТП. Проморгал конкурента, в итоге потерял бизнес. Поэтому, что нужно делать? С контекстной рекламой нужно постоянно работать, постоянно тестировать новые ниши, постоянно тестировать новые формы запросов. Для этого создавать отдельные компании и проверять, как они работают. Но на все это нужно уйма времени. Как же это делать? Собирать, конечно же, новые ключевые слова. Собирать новые ключевые слова можно разными методами. Например, уже из существующей вашей компании собирать слова, либо собирать новые. И здесь я могу так сказать одно, что раньше мы собирали ключевые слова в планировщике ключевых слов. Я его помню еще с 2010 года, шикарнейший инструмент, я ним пользовался вплоть до 2019. Причина простая. Сейчас старый планировщик ключевых слов попросту закрылся. Что можно было делать в старом планировщике ключевых слов? В первую очередь, можно было собрать слова непосредственно по тематике, по конкретному региону. Иногда я просто не понимал, о чем будет вид бизнеса, задавал ключевое слово как термин, задавал тематику бизнеса и вытягивал 90% нужных ключевых слов. Просто убирал ненужные запросы уже руками. Во-вторых, я мог взять релевантную страницу, скормить ее, соответственно, в планировщик и согнать все запросы, релевантные на этой странице. И мне не нужны были никакие платные сервисы. Но сегодня я могу сказать, планировщик работает просто отвратительно. Во-первых, он практически не собирает нормально ключевые слова. Во-вторых, вы не можете так четко играться с комбинацией тематики и слова. В-третьих, вы не можете собрать слова-подсказки по специализированным запросам. И в-четвертых, он не умеет кластеризовать ключевые слова. Да, старый планировщик кластеризовал ключевики. Да, он это делал с ошибками. Я про это рассказывал в прошлом видео, как он кластеризует и как он надо правильно кластеризовать. И мы бы даже были вынуждены создать кластеризатор ключевых слов. Потому что нас не устраивал планировщик. У него были определенные неточности в кластеризации. Но все же он делал эту работу, допустим, на 4 из 5. Сейчас же кластеризации как таковой попросту нет. Они ее обещают вернуть, но ее нет. И мы скорее всего понимаем, что она и не появится. Что же в этом случае делать? В первую очередь, конечно же, я считаю, что собирать ключевые слова можно по старинке. Можно пользоваться Ahrefs, можно пользоваться Serpstat. Можно оттуда вытянуть ключи как по теме, так позиции конкурентов, так позиции по конкретным страницам. То есть возможностей много. Вы можете использовать SEMrush и любые другие сервисы. Также можно воспользоваться Ahrefs, но он пока работает тоже плохо. Я чаще всего использую сервис Key Collector для массового сбора всех ключевых слов в один раздел. И там уже их непосредственно перебираю. Да, мне там более удобно. Хотя на самом деле потом я предлагаю вам более простой способ. Потому что я там собираю кампанию сразу для огромного сайта. Но иногда нужно собрать экспресс-кампанию. И для этого Key Collector ввозиться попросту неудобно. Какой же способ использую я? В первую очередь я собираю ключевые слова любыми удобными для меня способами. Чаще всего это Ahrefs, чаще всего это Serpstat. Я вытягиваю оттуда нужные мне списки запросов. Собираю это все либо в один файл, либо разными файлами. Затем я загружаю все ключевые слова в наш кластеризатор. Как это сделать я сейчас покажу в этом видео. Мне уже не терпится посмотреть. Итак, для того чтобы собрать ключевые слова мы воспользуемся несколькими методами. В первую очередь это Ahrefs. Для того чтобы собрать ключевые слова через Ahrefs мы используем Keyword Explorer. И непосредственно используем ключевые слова, по которым будем собирать подсказки. Например, на услугу линкбилдинга подберем следующие слова и поищем их варианты. Как мы видим, если мы выберем непосредственно слова, мы увидим их таргетинг. Если мы выберем All Keyword Ideas, мы можем качнуть все варианты между собой. Как видим, здесь целая куча мусорных, поэтому можно использовать Having Same Terms и посмотреть, собственно, все ссылки, которые интересуют. Мы можем качнуть все, что есть. И сохранить себе файлик. Второй способ, конечно, более знакомый всем, это, конечно же, Wordstat. В Wordstatе, конечно же, все просто. Выбираем нужные нам регионы. Используем запрос по словам. Мы можем использовать разные синтаксис, как отдельное слово, так и в таком виде, как я написал. Это будет перебирать все варианты. И можем посмотреть все, что получилось. Существуют тулы, которые позволяют все это сохранить. Мы можем просто это в ручном режиме сохранить, все эти слова целиком. Для этого перейдем в наш кластеризатор, в котором мы эти слова непосредственно добавим. Для этого заходим на наш кластеризатор. И добавляем найденные нами слова в нашу систему. Как мы видим, слова добавлены. Не знаю, что нюансы. Он может с частотами неправильно понимать, большие частоты. Но мы можем еще догрузить файл, который мы сохранили. И добавим те слова, которые мы нашли. Итого, мы можем посмотреть, как она просканирует наши слова. Как вы видите, есть группы, уже сразу сформированные по факту для контекста. Можно выбрать нашу сразу страницы, на которые можно будет таргетировать нашу рекламу. Мы можем выбрать вручную слова, так отметить те, которые нас интересуют, группы, и сохранить их. Так, продвижение ссылки, партнерская, реферальная ссылки, это нас не интересует. Давайте посмотрим. Покупка ссылок для продвижения. Продвижение ссылки 2019. Бесплатно нас не интересует. Тому подобные. Биржа. Закупка ссылок. Как вы видите, запросы, вот они все есть. И вот мы видим сразу частота группы. Зачем я сделал частоту группы в кластеризаторе? Все знают, что если в группу запихать слова, у которых частота равна нулю, по факту это SEO будет бесполезным. Поэтому, сколько бы слова у вас ни было, это будет все бесполезно. С продвижениями ссылками. Обмен нас интересует. Ссылки влияют на продвижение. Это информационник. SEO продвижение с ссылками. Это нужный нам запрос. Продвижение с ссылками. Покупать ссылки для продвижения. Как вы видите, компания собрана. Единственный нюанс, тут есть слова, которые нас не интересуют. Конечно же, мы можем использовать расширенными функциями и добавить так называемые минус-слова. Минус-слова, которые автоматически вычислены. Бесплатно, без, например, сразу перечистим. Что у нас тут еще было? Стоит ли, ну такие вот запросы, там можно. А, реферальная ссылка нас не интересует, реферальная. И, допустим, если вы хотите почистить результат, вы можете еще раз почистить. Потом заново выделить. Придется, да, заново выделить по новой эти группы. Нет, кстати, забавно, что группы сохранились. Просто некоторые слова автоматически исчезли. Итого, мы можем сейчас сохранить выделенное и получим наши ключевые слова. Что делать дальше? Смотрим видео. После того, как я собрал ключевые слова, я вытягиваю их, соответственно, по группам. Я вытягиваю группу ключ. Для удобства я могу скачать сразу экспресс-файл или обработать его непосредственно прямо в Excel. После этого я перехожу в наш новосозданный генератор Google AdWords. И прежде чем я перейду непосредственно к настройке, я немножко расскажу про эту утилиту, его предысторию и что мы планируем делать дальше. В первую очередь, я всегда задумался над автоматизацией процессов. Да, если что-то делаешь руками, рано или поздно задумываешься, как бы это автоматизировать. Таким образом, я думал, как бы сделать так, чтобы я создавал кампанию в Google Ads просто автоматом, где я не буду тратить кучу времени. Где я просто загружу ключи, группы и быстро создам объявления, не буду париться с их генерацией. Я бы думал, что чаще всего описание объявлений в рамках кампании примерно остается одинаковым. В то время, как часто меняются заголовки и часто меняются заголовки 2. И с недавних пор появился заголовок 3. И я вот подумал, что в принципе, я-то опираюсь в основном на первое ключевое слово и использую, допустим, 2-3 ключевых слова из группы для прописания заголовков. Я ранее пользовался другими инструментами для автоматизации, тот же Excel. Я даже рассказывал, как пользоваться Excel для создания Google кампании в одном из своих кейсов. Но это все были костыли. Я серьезно задумывался над веб-сервисом. И я создал такой веб-сервис, и его вы можете проверить. Ссылочка будет в описании. Он абсолютно бесплатный, не требует никаких от вас действий, кроме раза что регистрации. Потому что при регистрации вы сможете сохранять свои результаты и открывать их по ссылке. Как это сделать? Просто зайдете в свой личный кабинет и увидите в календаре, что у вас уже будут сохранены те результаты, которые вы делали ранее. Что не надо вас будет заставлять переделать кампанию по 500 раз. Итак, что я реализовал из функций? В первую очередь я реализовал поддержку третьего заголовка. Да, многие тулы, которые, возможно, вы попытаетесь найти в интернете, они его не имеют. Во-вторых, я добавил второе описание. В-третьих, я сделал поддержку уточнений. Я не видел еще ни один тул, который генерирует файл сразу с уточнениями. Затем, конечно же, я добавил быстрые ссылки и самое главное минус-слова. Обычно минус-слова все дружно забывают, заливают кампании, а потом хватается за голову, куда делись их денежки. Да, и еще я в своей компании сделал автоматическую генерацию разных версий поисковых запросов, меняя их тип соответствия. Например, если вы тип соответствия у запросов не прописываете, вы можете всем ключам присвоить тип соответствия автоматом. Либо сразу все три вида. Для эксперимента я рекомендую использовать все три. Но если же вы опытный настройщик контекстной компании и вы знаете, какие запросы следует использовать точным, какие фразовым, какие в широком, вы можете воспользоваться более сложной настройкой, когда вы в третьей колонке прописываете точно тип соответствия. Поддерживаются операторы Broad, Exact и Phrase. Если вы в Excel обработаете уже свой файл по частотам, вы можете прописать это вручную. Как создать исходный файл? По факту система понимает исходный файл следующего образца. Оно понимает наш кластеризатор и оно понимает файл, созданный из трех колонок. Первая колонка это должна быть группа. Вторая колонка это должна быть фраза. Третья колонка может отсутствовать, либо может быть, и если она есть, это колонка тип частоты. Это те три самые варианта Broad, Phrase и Exact, которые система понимает. Вы же можете эту колонку не заполнять, если вы используете кавычки для фразового соответствия и квадратные скобки для точного соответствия непосредственно во второй колонке. Система понимает и так, и так. После того, как вы загрузили исходный файл, система предложит вам создать объявление. Создавая объявление, вы прописываете заголовки и здесь есть следующая возможность. Вы можете воспользоваться оператором Keyword, который автоматом подставит первое ключевое слово. Вы можете написать Keyword, либо Keyword1, оно понимает и так, и так, это один и тот же оператор. Но в зависимости от того, как вы его написали, он по-разному подставит ключевое слово. Если же Keyword написан так, то есть первая буква большая, остальные маленькие, значит он подставит в заголовок ключевое слово с большой буквы, остальные будут маленькие. Но если вы написали Keyword, K и W написаны большими, то тогда каждое слово в ключевом слове, то есть которое вы использовали, будет написано с большой буквы. Да, исключение будут предлоги. Предлоги будут написаны с маленькой. Затем следует обратить внимание, что восклицательные знаки, вопросительные знаки, их нельзя использовать в заголовках. Google Ads автоматом отправят такие компании на остановку, но фактически вы не пройдете модерацию. Поэтому мы решили пойти на встречу и мы запрещаем прописание восклицательного вопросительного знака непосредственно в заголовке. Но вы можете его использовать только один в одном из описаний. Если вы использовали их дважды, система поругается и скажет, что это делать нельзя. Да, если вы делаете два восклицательных знака в description, это практически значит то же самое, что компания не будет пройдена. Также я добавил в наш генератор AdWords возможность оценки качества объявлений. Да, они сейчас анонсировали его, а мы уже его создали. Мы знаем, какие объявления работают, мы постоянно дорабатываем этот инструментарий. И мы создали оценку объявлений, которая будет оценивать ваше объявление на ключевые слова, которые работают в контексте, на УТП, на призывы к действию, цифры, на эмоциональные фразы, которые заставляют пользователя обратить внимание на ваше объявление. И мы анализировали множество объявлений, которые являются самыми кликабельными и учли это в генерации баллов объявления. Вы можете попробовать и посмотреть, как это работает. Меняя просто ключевые слова, меняя просто текст объявления, вы увидите, как меняется непосредственно этот балл. И чем балл выше, тем более вероятно, что ваше объявление будет кликабельным. По поводу удобства создания объявлений, АБ-тестинга в системе возможно дописывание любого количества объявлений. Вы можете создать сколько угодно объявлений в одной группе. Просто нажимаете плюс и создаете дополнительные объявления. Автоматом подтягивается ссылочка и подтягивается описание ссылки. То самое, та ссылка, которая выводится непосредственно в объявлении. Вы можете сразу прописать ее непосредственно там. И для удобства есть оператор Word. Оператор Word это берет первое слово из ключевой фразы. Ключевое слово говорят, но будем говорить это ключевая фраза. Оператор Word берет слово из фразы. Word1 берет первое, Word2 берет второе. Игнорируются предлоги. То есть прописав здесь Word1 и Word2, подставится системой исключительно так ключевое слово. И тем самым сделает ваше объявление более привлекательным. Затем мы переходим непосредственно к быстрым ссылкам. Быстрые ссылки чаще всего забывают, но они являются гарантом наибольшей кликабельности объявления. Они на первом месте выводятся развернуто для брендовых компаний. А во вторых случаях они ведут на релевантные страницы, которые могут быть интересны вашему клиенту. Даже если его целевая заинтересует меньше. Быстрые ссылки позволяют привлечь внимание просто за счет того, что они есть. Объявление от этого становится шире. И они выделены другим цветом, в отличие от текста объявления. Поэтому быстрые ссылки мы рекомендуем прописывать. Прописывать все четыре. Система позволяет прописать все четыре быстрые ссылки и отправить их уже в готовой компании. Следующее расширение это обязательное уточнение. Уточнение мы рекомендуем прописывать сразу. Они должны быть уникальные для этой компании. И должны быть очень гармоничны. И не повторять текст объявления. То есть, если у вас в объявлении используются любые упоминания чего-либо, это что-либо не должно присутствовать в уточнениях. И уделите для уточнений описание исключительно ваших уникальных торговых предложений. Старайтесь акцентировать на этом внимание. В систему введена защита от дурака. Поэтому, если вы попытаетесь написать слишком длинное уточнение, либо попытаетесь пропустить какое-то поле, система вежливо скажет, что вы что-то забыли. И предложит вам дописать нужные поля. Ну и, конечно же, минус-слова. Куда без них? Минус-слова можно записывать в двух форматах. В первую очередь, это в широком соответствии. Во-вторых, это в точном. Для того, чтобы записать минус-слово в точном, просто возьмите его в квадратные скобки. Если минус-слово записано в широком соответствии, система автоматически попытается его просклонять и сгенерирует множество вариантов ключевых слов для вашей компании. Зачем это нужно? У Google есть одна особенность. Он не склоняет полноценно слова. То есть, допустим, слово мышка и мышки – это разные слова. Поэтому, если вы захотите заминусовать мышку и мышки, вам нужно делать оба слова вместе. Соответственно, мы не знаем, как он полноценно реагирует на определенные падежи. Есть очень высокое подозрение, что некоторые падежи не попадают в систему минус-слов. Поэтому для точности мы рекомендуем склонять минус-слова. И наш собственный склонятор минус-слов вас порадует. Вы можете просклонять сразу, просто добавив их, прописав их сразу руками. Система в готовом варианте их просклоняет. Что же вы получаете в сухом остатке? При нажатии «Сгенерировать компанию» вы получите компанию, которую можно сразу вставить в AdWords. Только вопрос, как? Конечно же, при помощи классного приложения Google Ads Editor. Это приложение официальное от Google. Я рекомендую его скачать, войти в ваш аккаунт. И через него рекомендуем создавать и редактировать все компании. Оно очень удобное при одном единственном условии. У вас должен быть достаточно большой монитор. Если у вас монитор достаточно маленький, работать будет немножко неудобно. Купите себе параллельно второй монитор, если вам нравится ваш старый MacBook или ноутбук. Купите себе второй монитор, на котором вам будет удобнее за ней смотреть. Как же вставить непосредственно компанию? Просто нажмите «Файл», «Импортирование данных», «Вставить с буфера обмена». А в нашей утилите просто нажмите «Скопировать» и вставьте, что получилось. Стоит вам нажать «Ок», «Компания создана». Вам просто нужно отправить ее на сервер. Это очень просто и понятно. Что же можно дополнительно сделать с вашей компанией? Конечно же добавить другие уточнения. Наш тул пока не предназначен для добавления таких уточнений, как акции, цены. Я еще пока над этим думаю, но возможно в будущих дополнениях реализую. Эти тулы можете добавить непосредственно с Ads Editor, прописать их заранее для вашей компании и просто подключать их уже к существующим созданным. Все компании получают уникальное имя. Вы можете присвоить имя компании непосредственно прямо в нашей утилите. И созданные компании можете сохранять в Excel, хранить их в себе просто на компьютере, либо хранить онлайн прямо в нашем сервисе, в любой момент их дополнять и редактировать. Если вы захотите создать новую компанию, просто создаете с новой утилиты новую, заполняете все данные и она сохранится как новая компания. Все компании будут доступны по ссылкам и вы сможете в личном кабинете с легкостью между ними переходить. А теперь я покажу, как работает наша утилита в действии. Переходим в утилиты, ищем нашу утилиту AdWords. Для этого используется контекстная реклама Google AdWords. И находим нашу утилиту. Вот Google AdWords. Наш генератор Google AdWords. Переходим на него. Как вы видите, интерфейс похож с кластеризатором. Добавляем наш скачанный список слов. Система, видите, распознала сразу название групп и непосредственно ключевое слово. Затем наша задача заполнить наши объявления. Конечно же, мы сейчас все это заполним. Здесь вы видите, есть превью, в котором можно посмотреть, как выглядит объявление. Заполняем ссылку. Здесь мы можем пользоваться операторами Keyword. Вот вы можете посмотреть подсказка, как они работают. То есть вы можете использовать Keyword. Стоит вам закрыть его квадратной скобкой. И вы увидите, как он подставляет случайную версию объявления. Сразу вы можете посмотреть, как он будет работать. Задача заполнить остальные операторы. Здесь вы можете сделать Keyword 1. И потом сделать второй вариант Keyword 2, если вы хотите использовать второе слово из групп. Также касается заголовка 2. Здесь вы можете прописать только, допустим, белые методы движения. Ну а треть, видите, не влазит. Система имеет защиту от дурака. Больше 30 символов система не пропустит. Смотрите, теперь отображаемый путь. Вы можете пользоваться тоже новым оператором, который называется Word 1, Word 2. И заполнить его точно так же. Как вы видите, он подставляет первое слово и второе слово из ключевой группы. То есть вот для объявления 5, SEO, продвижение, продвижение ссылки, покупать ссылки. Как вы видите, получается наиболее релевантный ключ в зависимости от того, что спросили. Описание. Здесь в первую очередь уделяйте внимание УТП. Акция, например, бесплатный технический аудит для бизнеса пакета движения. Соответственно, переходим, допустим, в второй вариант. Видите, баллы выросли. То есть я использовал популярные УТП. Скидка, допустим, мы сделаем минус 20 процентов на сбор ключевых слов. Вот, к примеру, так. И мы увидим, как баллы изменятся. Видим, уже 32 балла. Чем больше мы добавляем продающих ключевых слов, популярных. Стоит нам добавить, и система примет его дальше. Итого у нас 35. Для того, чтобы делать больше, нужно добавлять больше. Больше. Добавил никаких ключевых слов. Больше цифр. Больше заголовков. То есть и там подобно. Продающие, допустим. Здесь наша задача добавить слова купить, заказать. Но здесь у нас места уже нет. Поэтому здесь нужно будет экспериментировать уже в другом объявлении. Обратите внимание, следующий раздел у нас это ссылки. Здесь все очень просто. Мы вписываем заголовок быстрой ссылки. Допустим, гарантия. Или там портфолио. И вставляем ссылочку на наше портфолио. И здесь пишем, допустим, уже даже 9 лет работы. Более 300 успешных, 0,5 успешных проектов. И как вы видите, здесь у нас сразу автоматически отображается. Если вы думаете, что только одна ссылка, никаких нужно добавлять больше. Писать вторую, третью, четвертую. Соответственно, у нас есть, собственно, а нас. Опыт работы. Соответственно, мы это все заполним. Итак, я сейчас заполню все остальное. Итого, я заполнил все быстрые ссылки. Как вы видите, все очень просто. И они, соответственно, отображаются очень довольно-таки симпатично. Теперь переходим к следующему разделу. Это, конечно же, уточнение. И самое главное, уточнения не должны повторяться, как и говорил, непосредственно между объявлением. Поэтому здесь нужно писать только то, что вы делаете. Чем вы можете привлечь клиента. Ну и, соответственно, последнее, что у нас осталось, это минус-слова. Минус-слова мы будем тянуть из нашего кластеризатора и добавим их непосредственно сразу в кампанию. Хотел бы обратить внимание, если вы зайдете по кластеризатору после ссылки к своему проекту, вы всегда сможете попасть непосредственно на его уже настроенном и сработанном. Поэтому задача скопировать минус-слова остается очень простой и тривиальной. Ну и, соответственно, ставить минус-слова не проблема. Назовем кампанию тестовая. Нажав «Создать кампанию», следует немножко подождать, и система сгенерирует наш файл. Я забыл сказать сразу самое важное. Обратите внимание на эти галочки. Если же вы ставите галочки только на первую кнопочку «Модификатор широкого соответствия», оно расставит ключевые слова только в одном формате, в широком соответствии. Например, сейчас мы нажмем «Обновить результат», и мы увидим, что ключевые слова присутствуют только в широком соответствии. Если же я поставлю, например, только фразовые, соответственно, все слова будут фразовые. Обратите внимание на это. Ну, мы поставим сейчас все как есть. Для удобства здесь заполнены уже предлоги. Вы можете их дописать гораздо больше. По поводу модификатора широкого соответствия почитайте в моей статье. Я рассказывал про типы соответствия. И обновляем результат. Что с этим файлом делали? Его можно скачать в Excel. И непосредственно уже заливать в кампанию. А можно и скопировать и добавлять сразу. Для этого мы перейдем в наш AdWords Editor. Для этого вызываем пуск AdS Editor. И запускаем приложение. Итого, для того, чтобы добавить кампанию, вам нужно-то всего лишь нажать меню «Аккаунт», «Импортировать» и «Вставить текст». Или просто волшебная комбинация «Ctrl-Shift-I». При вставке система автоматом распознает все ячейки. Вам даже не нужно ничего делать. Единственный нюанс, который кампанию вы создаете, она имеет определенные недостатки. Она имеет один единственный недостаток. У нее стоит минимальный бюджет. Всего лишь одна гривна, либо один доллар, в зависимости от того, какая валюта. Я рекомендую обратить на это внимание, когда вы запустите кампанию. После того, как кампания создана, у нас есть все группы объявлений. И ваша задача всего лишь ее отправить на сервер. Больше от вас ничего не требуется. Как вы видите, собственно, здесь уже все есть. Ключевые слова добавлены в нужных типах соответствий. И, соответственно, даже добавлены минус-слова. Фактически то, как я говорил, автоматически, которые я просклонял. И они добавлены на уровне кампании. Это же касается объявлений. Можно посмотреть. Вот они, самые развернутые поисковые объявления. Можно увидеть, как оно выглядит. Понятно, что я создал всего лишь одно объявление. Я рекомендую создавать больше. Наша система позволяет создать несколько объявлений одновременно. Если у вас возникли вопросы, и как пользоваться этим тулом, я, конечно, не рассказывал. Но для того, чтобы им воспользоваться, вы, в первую очередь, просто заливаете кампанию, отправляете ее на сервер. И все. Мы, конечно же, ее сейчас удалим, потому что она не нужна. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, задавайте вопросы по тулу. Я буду его расширять. Мне нужно знать ваше мнение, чего в тулу не хватает. Он бесплатный. Ссылочка, еще раз напоминаю, в описании. Буду только рад критике. Буду только рад рекомендациям. Потому что я планирую развивать этот тул и делать его массовым. Потому что клиентам нужно часто создавать компании. Они часто упираются в нос, что на рынке это стоит дорого. Фрилансерам доверять не стоит. Они могут сделать все с ошибками. И просто иногда смотрю, клиенты начинают все делать сами. Ладно, и так сойдем. Некоторые компании им нужно просто протестировать. И для того, чтобы протестировать, нужно просто взять небольшой пул ключевых слов, закинуть его, проверить. А на это просто тратится уйма времени. Именно с этой целью я и создаю этот тул, чтобы облегчить работу, как раз для того, чтобы вы могли с легкостью создавать контекстные компании. И просто с легкостью их запускать. Планирую еще создать такой же тул для Яндекс.Директа. Буду рад, если вы поможете мне в комментариях, какие инструменты вы бы хотели в нем видеть, что в нем хотелось бы создавать. Поэтому, если вы не подписались, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. И до новых встреч!